96-летняя Антонина Богданова радушно принимает гостей. Двери квартиры ветерана Великой Отечественной всегда открыты для тех, кто хочет узнать о победе советского народа не со страниц учебников, а из уст самого свидетеля войны. Непростое время в прямом смысле слова оставило отпечаток на всю жизнь. Одни самолеты отлетали низко, бреющий, прямо бреющий полет, страшно гудит, а бомба летит, еще хуже свистит, а взрыв еще сильнее, да огонь, да, это страх. Слушайте, вот у меня до сих пор вот здесь вот, у меня было 17 лет, у меня уже вот такая была полоска белая. Война застала выпускницу школы Антонину на стадионе. Вдруг объявили, Германия вероломно напала на Советский Союз. Ветеран вспоминает, как все испуганно побежали. Потом на город сбросили листовки, через три дня был массовый налет, но вскоре всех мобилизовали. А юной партизанке было поручено вывозить секретные документы. К тому времени ее родной Смоленск уже практически сгорел. Тяжелая война, понимаете, какое впечатление. Вот после войны это разруха. Одни кирпичи, ни зданий, ни больниц, ни школ, негде жить, никакой одежды нет. Все мы пережили. Эту медаль в честь 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков ветеран получила лично из рук военного комиссара. Слова благодарности за мерное небо над головой звучали и от сотрудников предприятия, на котором машинистка Антонина Богданова проработала 18 лет после войны. Она застала кушкомбинат, как говорится, с первого кирпича. В городе нашем порядка более 670 узников ветеранам, которые подлежат награде. И считаем то, что Антонина Андреевна ветеран Великой Отечественной войны. Поэтому я лично вместе с ее товарищами по работе с кожевым комбинатом мы решили открыть эту акцию именно о таком достойном, замечательном человеке нашего города. Поздравлять свидетелей войны и вручать им медали в Бобруйске и районе будут до Дня независимости. Чтобы история каждого, как и Антонины Богдановой, была услышана и передана другим поколениям.